Вот здесь работа принимает немножко такие нестандартные позиции, но тем не менее, что есть. Значит, я беру в данном случае тысячную планшайбу. Это после шлифовки на алмазной планшайбе. 40 на 20-80 память не изменяет. Мы переходим, говорю, к планшайбе, называю планшайбе, говорю, к черепашке к алмазной, тысяча. Включаем станок, подаем точно так же воду. Здесь воды не жалеем. Так, ну и берем сначала, так-так-так, где у нас кулон, берем сначала кулончик, подвеску. Начинаем с задней стороны. Как говорил, она у меня немножко вогнутая в планшайбу уже, поэтому порой приходится вот эту прямую сторону крутить, вертеть, чтобы все части выровнялись, скажем так. И здесь надо быть максимально осторожным, потому что очень легко переломить кабошон. Все-таки алмазные черепашки, они не для этого предназначены, поэтому мне понадобилось не один год, чтобы они вот именно изменили форму, убрался дурацкий, непонятный, с включениями слой. Все-таки это все с Китая идет. И здесь уже можно смотреть, что вот оно, ровно. То есть никаких рисок, никаких граней, все, мы ее не трогаем в заднюю сторону. Переходим к лицевой. К слову сказать, на алмазных черепашках, конечно, рундист, который мы получаем, он слегка сошлифовывается. Поэтому я и говорил, что я немножко делаю по-своему, отчасти это неправильно, но эта грань, которую рундист забирает, когда мы его получаем, она периодически становится нужна при покрытии гальваническими металлами, в данном случае гальваническими днениями, чтобы лучше была фиксация сцепка с металлом. Так что это немножко, даже немножко, довольно-таки отлично от стандартов, которые профессионалы кабошисты, профессионалы камнерезы практикуют. Вот здесь как раз уже вот на этой стадии должны исчезнуть любые какие-то грани от предыдущей работы на планшайбе. Учитывая, что вот эта вот поверхность у меня вот она вмятая, то есть в принципе получается полукругом кабошончик, уже сам по себе. Я сейчас работаю на высоких оборотах, это 840, если память не изменяет. Раньше работал на 500, но мне этого уже стало мало, понадобилось больше. Вот здесь еще мелкие штрихи. Хотя кто смотрит и видит ролики по поводу идеальности кабошонов, когда-то я вот сделал эту фишку с беломоритом, то есть сначала была разрезка камня. На последнем ролике, кстати, недавно выходил, там как раз я показывал, как я их полирую, шлифую, а потом молотком рублю, скажем так. До этого я делал иначе, я их просто отрезал, а потом сразу же полировал. И получалось все трещинки от предыдущей работы, все сколы оставались, а поверхность блестела и резировала. И это, в общем-то, людям тогда очень понравилось. Это было далеких 5 лет назад. Но, да, мы это оценили. И поэтому не всегда я стремлюсь сделать совершенный кабошон. Для меня важнее, что это, прежде всего, камень. И чтобы, как говорится, он имел что-то красивое в себе, какие-то включения. Ну, в общем, чтобы он был сам по себе уже особенен. Потому что лично для меня, вот это вот, много было, долгие годы были споры у меня с профессиональными кабошистами. И лично для меня полировка зеркальная, она не настолько, ну, симпатична. По той простой причине, что моими глазами на многих камнях полировка зеркальная, она забирает внимание от камня, как таковое. Смотреться в него, как в зеркало, но не видеть всю красоту, которую он себе таит. Особенно это касается, там, той же яшмы, допустим. Где порой просто шлифованный камень, он уже сам по себе красиво смотрится. А приполированный, не до зеркальной прямо полировки, он тоже смотрится, как по мне, еще лучше. Вот. Вот сейчас бачка еще снимем. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот, в общем-то, вполне себе добротно. Дальше переходим к серьгам. Ну вот, теперь смотрим вот на эту грань, что из нее можно получиться в итоге. Вот, в общем-то, она и ушла, формально говоря. Как я и говорил, что на алмазной паршаве можно вот эти вот части убрать, если какие-то выемки, риски есть, их можно скруглить. Но, в данном случае, усердствовать не стоит. Да, она, в общем-то, вся ушла. Вполне добротно. И лицевая часть. Камень вот очень тонкий, поэтому я за него, конечно же, опасаюсь. Да, по алмазным планшайбам многие уже, кто по моим стопам пошел, сделали такие станки. Вот, не забывайте, естественно, про ногти. И берегите ногти. И лучше их, конечно, срезать. У меня, конечно, именно мизинцы всю жизнь, со студенческих годов, привычка ног относить помогала при пилигране. Ну, кто знает, тот поймет, кто работал с этим делом. Поэтому у меня уже привычка. Я без него себя, как говорится, не одетым чувствую, скажем так. Как будто какой-то инструмент пропал. Поэтому имейте в виду, что ногти бывают, у многих сшибает начисто. Не так, чтобы прямо с корнем, но, тем не менее, неприятные ощущения. Водор уже тут трещинка проявляется. Поэтому нам ее надо немножко от нее внимание убрать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, и берем пока следующий кабошончик от Сергея. Точно так же заднюю часть. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Кстати, вот тоже вспомнил тут, пока работают, что спрашивали часто, какие номера алмазных планшайп черепашек. Вот в моем случае я лично перешел на номера 1000 и потом 2000 и после полировки. Полировка алмазной пастой 1 дробь 0. Почему? Потому что не на всех камнях есть необходимость прямо так вот все плавно и тонко шлифовать от одного к другому. Не во всех камнях. Я вот подобрал для себя максимальные номера под тем, как я работаю. Я лучше поработаю на 1000 дольше, но результат, как говорится, будет не хуже. И в то же время время затрачиваю меньше. Потому что порой вот так вот стоя на ногах приходится работать на шлифовке именно не один час. И в среднем вот такое вот изготовление такого гарнитура, в худшем случае оно занимает, конечно, 3-4 часа. Просто именно кабошоны сделать. Поэтому после алмазных планшайб черепашки 1000-2000 и потом полировка алмазной пастой. На войлоке, на карпете я разные материалы использую. На презенте получаются достойные результаты. Даже на дереве пробовал. Тоже вполне добротно. Для того, чтобы увидеть, остались ли какие-то грани, обязательно надо вытереть, чтобы поверхность была сухой. Потому что на влажной ничего не увидеть и кажется, что все идеально. Субтитры делал DimaTorzok Так, и сверяем, сверяем, сверяем. Да, вот теперь они мне нравятся, как братья. Даже трещинка, вот она одна целая, вот это я очень люблю, когда вот все от одного куска, как говорится, часть одной большой истории. Они все вместе, это мне уже нравится. И, в общем-то, более-менее они одинаковые, вот этот немножко даже я, наверное, макушечку сниму, по возможности. Да, вот так уже будет лучше. Так, ну и кольцо. Капошончик под кольцо. Точно так же заднюю сторону. Поскольку алмажная черепашка не обладает идеальной поверхностью, в моем случае, здесь можно прямо вот по краю грань. Что-то такое еще. И понесла. Здесь уже посложнее пальцы, надо, конечно же, вместе с ногтями беречь. Есть еще вот такой вариант фиксации. Одним пальцем прижимаю, по краю все это, другим пальцем верчу. Последние дни вот работал для индонезийцев. То есть, в онлайне, причем, мы снимали ролики. То есть, я для них, скажем так, снимал. Не то, что ролики, а просто мы делали вместе, скажем так, кабошоны. Заказы, которые они хотят, кабошоны. Им было интересно посмотреть. И вот я им показывал, как это все происходит, как показываю сейчас вам, в общем-то. Но они были удивлены, конечно, потому что там такого нету. Там не развито вот это все. Наше уральское искусство, скажем так, ни гальванопластики, ничего там такого не видать. Во всяком случае, в художественных масштабах, а-ля handmade. Поэтому им было очень интересно. Ну, а мне было интересно показать, как говорится. Здесь не жалко. Главное, чтобы на доброе дело, и чтобы приносило счастье и удовлетворение. Дарило улыбку, радость. Я лично получаю огромное удовольствие, когда вот работаю с камнем, когда полирую металл. Многие критикуют по поводу гальванопластики, что проще купить блескообразователь. Да есть это все, Господи, есть это все. Есть, пользуюсь. Да, ну, мне нравится полировать. Мне нравится этот этап финишный, назовем его так. Что уж тут поделаешь. Сейчас макушку тоже немножко уберем. Су cliffh questo. Урасть. Здесь. Здесь. Наука. Подортчерковка. Здесь. Так, 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 так. Чуть-чуть ещё. Вот как раз таки с маленькими кабушонами тяжелее работать на алмазах-черепашках, за счёт вот этих вот кубиков, из которых черепашка, так скажем, состоит, надо больше движений отдавать именно вот лево-право-лево-право для того, чтобы не оставались вот эти вот пайзики от вот этих вот полос. Ну вот вроде бы уже лучше. Ну вроде бы вот так вот и всё. Всё. Во всяком случае, пока визуально. Далее, перекрыли воду, берём тысячную черепашку на двухтысячную. Открываем также воду. Здесь важна чистота. Руки протираем, чтобы от предыдущего процесса ничего не оставалось максимально на руках. вот. Вот, значит. И работаем дальше. Задняя сторона. Эта черепашка не поношенная, не изношенная, рисок тут ямок никаких нету. Но, тем не менее, я всегда вот, когда ровная поверхность, я её кручу, верчу и немножко перехожу на край для того, чтобы наверняка максимально всё хорошо зашлифовать, ровно. Вполне. Дальше лицевая часть. Дальше лицевая часть. Дальше лицевая часть. Дальше лечăngная часть. Дальше лицевая часть. Продолжение следует... Продолжение следует... Не буду я полностью прямо идеально выводить. Хочу, чтобы немножечко, если, конечно, это выйдет, риски оставались. Потому что у меня вот ассоциируется с какой-то лунной поверхностью прямо вот что-то такое, не знаю, заоблачное. И хочется, чтобы это вот отражалось немножко в полировке. Чтобы не было сплошного зеркала в полировке, а оно как бы немножко прерывалось вот этими рисками, учитывая, что у него спаянность прям полоской, учитывая, что там такие блески внутри прямо... Ах, красота, просто красота! Спасибо Ивану огромное! Прямо вообще не ожидал, что такое вот будет. Казалось бы, полевой шпат звучит так непрезентабельно, а вот на тебе, красавец, получится. Ну, еще надо дойти до полировки, конечно же. Самый-то такой суровый этап это там. Ну вот, с этим откладываем. Пошли дальше с Ельги. Также задняя часть, раз она будет более-менее открытым. Пока в голове много идей вертится насчет оформления в металл. Точно это не будет сплошное, типичное вот просто обертывание гальваническим медью. Нет, тут нужно что-то такое прямо вот необычное, экзотическое. Тут может действительно wire twisted. И немножко цветочечков. Кто знает. Ну, посмотрим. КОНЕЦ 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 Ещё могло что-то. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Уже проявляется блеск. Теперь воду можно совсем убрать. Сейчас попробуем на задней стенке. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая полировка, в общем-то, мне нравится, как правило. Можно, конечно, еще более грянцевый, но для обратной стороны это вполне добротно. Продолжаем с лицевой. Это я просто тестирую. Здесь охладная жидкость, как таковая, не нужна. Сейчас брезент полностью пропитался водой, извиняюсь. Мокрый, влажный, поэтому сейчас камень просто будет нагреваться и немножко прижигаться. Главное, чтобы без последствий... Смотрите. Влажный. Продолжение следует... 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 то есть меня результат вполне устраивает следующую серьгу опять же смотрим попутно проверяем двигатель да он уже конечно нагрелся но 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 я думаю эти кабошоны я смогу закончить говорится потому что я уже вот смотрю 45 минут лучший у вас роликами но я знаю что многим интересно иначе вы меня не просили бы показать снять рассказать это как говорится по просьбам трудящихся или тех кто желает пойти по стопам скажем так дальше следующий кабошончик понеслась вот она уже сразу проявляется полировка вот она наглядная разница не полирована полирована то есть принципе вода была бы и не нужна но камень настолько нагревается что просто прижигает кожу на пальце не только себя вот и и и и и и и и и вот такой вот красавец займемся пока задней стенке тут надо быть аккуратнее потому что камень сейчас очень быстро нагревается полировали как видно под предыдущей операции шлифовки все вот эти риски они в общем-то ушли и вот видно как накаляется камень и паста нагревается становится жидкой достаточно ну вот такая красота да теперь я вижу здесь просто неописуемо двойная можно назвать стерилизация какие-то блески включения прямо-таки солнечные в общем да очевидно на радостях уже руки не держат очевидно да wire twisted будет вполне достойно выглядеть но он остался еще самый маленький кабошон это будет конечно сейчас нелегко но я буду пытаться такого малыша удержать при нагреве да вот уже полирование капризничает потому что вязнет кабошончики проваливаются сам полирование иногда можно вот так вот представляем что это лодка кабошончик это лодка и у нас ураган и терпим пока он не раскалится не нагреется и как видно сразу полировка пошла то есть как бы прижигаем его заднюю стеночку пробуем опа вот один из таких опасных моментов кабошон маленький он вязнет в брезенте пробуем еще ну и уже пенал фактически пенал горячий сильно не забываем чистить если вдруг выпал выронил вот фактически пенал то есть то есть да то есть И не забываем про бока. Во всяком случае, видимую часть. Вот уже части полировальника даже пытаются слезть, точнее сама база от нагрева очевидно и от момента, такой вот у нас клей нынче в стране. И макушечку, конечно, чуть-чуть. Да, вот полировальник уже начинает бить, потому что отошла, очевидно, кромка. За что ж ты? Станочек тоже уже перегрелся, все-таки я работаю уже фактически час на нем. Это уже его лимит желателен. Я не ставил охлаждение дополнительно в вентилятор, потому что после меня один парень делал такой же станок. У него почему-то греется очень сильно сверлильник. В моем случае на час хватает, чтобы можно и дольше, но просто не хочется мучить двигатель. Ну вот так вот, в общем-то. Сердцевинка мне не очень нравится. Вот, извиняюсь, съемка прервалась немного. Вот что мы в итоге имеем. Четыре вот такие вот потрясные кабошоны полевого шпата. Им еще предстоит, конечно, ультразвуковая мойка. Иризация у них обалденная. Да, тут очевидно, комплект получится воздушным, легким. Не может быть не то, что в артвисте, может быть даже и хендбар, когда ручная кора тоже техника, которую я придумал в свое время. Можно даже, может быть, ну нет, там действительно, да, кастик сформировать. Поверхность получается фактурная, как кора на самом деле. Быть может, будет смотреться красиво. Я, наверное, по старым фотографиям гляну на украшение с беломоритом и посмотрю все-таки, что будет симпатично сюда. Но я думаю, однозначно, здесь белый металл должен быть, как ни крути. То есть или серебро без патин, без всего, без чернения. Или все-таки родий. Может быть, даже и родий. Посмотрим. Вот, в общем-то, вот так вот пока что. Поэтому продолжение будет следовать однозначно. Все это покажу, что будет дальше происходить. Работаю, эту сниму. Тут, наверное, видео я уже наснимал сегодня на две части, как минимум. Будет, значит, и третья часть после уже вот Кабашонов. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не жалейте лайки, как говорится. Я лично пытаюсь сейчас наш канал раскрутить. Мне помогают индонезийцы. Поэтому ваши просмотры, они очень важны. Ваши комментарии, лайки тоже очень нужны и важны. Ну и, конечно же, советы. Не откроюсь от советов, профессионалов и так далее. Пожалуйста, критикуйте. Говорите, что не так. Что это. Но свою позицию я уже утвердил и укрепил давным-давно. Поэтому вряд ли меня получится переубедить как-то работать иначе. Если есть какие-то советы, дополнения, может быть, в плане станков, в плане еще чего-то, что доработать, что сделать, пожалуйста, говорите. Ну и, конечно же, вопросы о тех, кто будет после, как говорится, кто захочет пойти по стопам, сделать такие же станки своими руками. Всегда буду рад. Ну а мы ожидаем третью часть. Пока-пока. Всем спасибо за то, что были рядом. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok